Многие люди Возьми ковчег с собой, когда люди не берут ковчег, они терпят поражение. Ты в своем бизнесе не взял ковчег, потерпишь поражение. Сегодня я хотел поговорить о двух вещах, об одном поражении и одной победе. Всегда ли за победой следует поражение? Нет. Но когда ты не берешь с собой присутствие Господа, тогда однозначно ты встретишь поражение. Не всегда люди встречают поражение, когда у них нет Бога, но в конечном итоге будет поражение. Будет большое поражение. Когда человек не носит с собой ковчега Божьего. Знаете, Бог в Старом Завете сказал Моисею, он сказал, Моисей, сделай так, сделай ящик, обложи его золотом, вот таких размеров, вот примерно, небольшой ящик, пускай он будет обложенный золотом и сделай на нем двух ангелов, стоящих друг другу лицом и крылья их будут простерты друг другу на крышке. Их назови это ковчегом. И Моисей сделал, как Господь повелел. Моисей был очень послушный, смиренный человек. Послушание дает благословение. Бог любит послушание. Бог любит послушных. Смиренным он дает незаслуженные подарки, а смиренным он дает благодать. А гордым он противится, противником становится. А смиренным он дает благодать. А гордым он противится. Это формула успеха для всех людей, всего земного шара. Смиренным он дает благодать. Гордым противится. Смиренным благодать. Гордецам он сопротивляется. Он говорит, не получишь ничего. А смиренным он дает незаслуженные подарки, незаслуженное расположение, незаслуженную любовь. А смиренный вдруг обнаруживает. А-а-а! Лилуя! Господь благословил. А-а-а! Лилуя! Ух ты! Ничего себе! Как это случилось? Я не ждал этого. Когда в твоей жизни перестали происходить вот эти вещи, и когда ты можешь сказать, я долго от Бога ничего не получал, а смиренным он дает благодать. В любом случае он дает благодать. Вдруг неожиданно что-то получилось. Вдруг неожиданно что-то подскочило. Может быть у тебя есть земля, ты купил землю, и вдруг неожиданно поднялась в цене. А может быть неожиданно ты заключил контракт. А может неожиданно что-то случилось. Был хорошее, благословенное. Неожиданно! Ух ты! Вау! А смиренным он дает благодать. А гордым он противится, он сопротивляется. Иногда бывает поражение. Люди говорят, Бог... Знаете, они подошли к земле обетованной, и Моисей послался глядатой. И они пошли, смотрели землю, и вернулись обратно. И десять человек говорят, какой ужас! Их спрашивают, что видели? И они говорят, мы видели великанов! Мы видели исполинов! И двух человек спросили, а вы что видели? Мы видели возможности! Мы видели гигантские мишени, которые промахнуться трудно. Даже с закрытыми глазами попадешь, они такие большие. Что вы еще видели? О, мы видели землю, наполненную благословениями. Спросили первых, десятерых. Что вы видели? О, мы видели землю! И они сказали, она поедает живущих на ней. Что вы видели? Мы видели ужас! О, мы видели виноградную лозу! Мы вдвоем перли, еле донесли. Что вы видели? Мы видели вот такие виноградины. Что вы видели? Что ты видел? Что ты видел? Разве не были они вместе? Разве не сидели в одной лодке? Разве ни за одним кустом они сидели, прятались от этих врагов? Разве не наблюдали они одинаково? Почему-то одни видят, смотрят в книгу и видят, фигурально говоря, ничего. А другие смотрят и видят выход. Один смотрит и видит катастрофа, разрушение. Другой видит возможности, победу, силу, славу. Другой видит разочарование, отчаяние, расстройство, несвязанность, потерю. Что ты видишь? Тебя послали смотреть. Что ты видишь? А что я вижу? Ничего я не вижу. Ты получишь ровно то, что ты видишь. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Значит, ничего не получишь. Тебя послали смотреть. Смотри. Когда он ходил по небу, он говорил, что ты видишь? Что ты видишь? Что ты видишь? Он говорит, смотрите, что слышите. Наблюдайте за тем, как слышите. Что ты слышишь? Имеющий уши это слышит. У кого из глаза, да видят. Многие смотрят на одни и те же вещи и видят абсолютно разные ответы. Одни смотрят на одного человека. И кто-то видит, у него козюля, у него грязь. Он нет. Другой говорит, уууу. Это будущий человек победы. Что я вижу? Знаете, за кем люди идут? За тем, кто в них что-то видит. Знаете, я подсказываю девушке. Вот знаете, что парень... Ты посмотри, не скажи, ничего себе. Что, что, что? Я такое вижу в твоей жизни. Две недели за тобой ходить будет. Чего, чего ты там видишь? О-о-о-о, ты даже не представляешь. Ты велик. Он будет бегать за тобой. Он будет ночью звонить. Расскажи, что ты еще видишь. Расскажи мне побольше. Как вы думаете, Лариса меня поймала? Я сам заявил, ну, ну, расскажи. А дальше что еще расскажешь? Ты такой умный, да. Мне никто этого не говорил. Мне так нравится, что ты мне говоришь это. Что ты видишь в человеке? Что ты видишь в нем? Жена, посмотри на мужа. Что ты видишь? Что? Там? Ну, ты увидишь что-нибудь. Ну, скажи, ну, разве может в навозе что-нибудь хорошего? Навоз — это хорошее удобрение, кстати. Я вижу удобрение. Я вижу рост. Я вижу розы. Сестры, аминь, скажете про своих мужей или нет? Что, так и навоз на самом деле, что ли? Что ты видишь? Что ты видишь в своем сыне? Что ты видишь в своей дочери? Что ты видишь? Ты получаешь то, что ты видишь? Они ходили вместе. Они видели, на самом деле, укрепленные города. Они видели армии. Они видели врагов. Но одни видели их... Они видели врагов, которые топчутся над ними. А два молодых человека видели врагов побежденных. Что ты видишь? Что ты видишь, когда ты смотришь на обетование? Бог сказал, даю тебе благословение. Что ты видишь? Ой, там большие дядьки ходят. И они говорят, ничего я не получу. И? Ты им поверил? Да, мне сказали, не приходи больше. И что ты будешь делать? Я не пойду. Вы слышали, когда слышали таких людей, которые говорят, мне сказали, больше не приходить. И? И ты что сказал? Я больше не пойду туда. Точно так же сказали эти самые исполины. Больше сюда не приходите. Ну, покажем. Но кто с тобою? Ну, я маленький. Но ты человек Божий. И в тебя трудно попасть. Он неповоротливый. Здоровье будет. А ты... Бэнс по голове. Пукс. И все. Что ты видишь? Ищи возможности. Многие люди способны видеть в себе ничтожество. Способны видеть в себе только слабые стороны. Но что ты видишь? Неужели совсем не за что зацепиться? Что ты видишь? Посмотри. Ну, что-то же есть, за что можно Богу зацепиться. За то, что можно тебе зацепиться. Ну, есть что-то. Ну, мне сказали не приходить. Ну, и ты поверил им? Ну, почему? Говорят, есть закон трех нет. Приходишь в первый раз, говорят нет. Второй раз нет. Третий раз нет. Третий раз говорят, зачем пришел? Я хочу услышать, да. Нет. Тогда включается закон четырех нет. Но когда какой-нибудь восемнадцатый раз они скажут, да, ладно, только отвяжись. Жизнь полна возможностей. Только не забудь взять с собой ковчег. Когда они вернулись обратно, народ стал кричать и говорит, нет Бога. Убьем Моисея, вернемся в Египет. Покаемся, склонимся перед фароном, скажем, ты наш Бог. Началась смута. И Господь проявил свою мышцу. И показал, что я Бог. Все оцепенели. Точно, ведь у нас же есть Бог. Ведь Он нас вывел с Египта. Ведь Он нам сделал чудеса. Ведь Он нам море открыл. Он нам все сделал. Он нам все сделал. Ребята, мы же рабами были. Три месяца назад рабами. Вот мы стоим. Мы что, забыли, что мы рабами вчера были? Сегодня мы свободные. И тогда они сказали. А Бог сказал, все, теперь 40 лет туда даже не суетесь. Знаете, что они приняли решение? Проявились праведники. Бог сказал, больше туда не идите. Идем туда, в пустыню. Я буду вас учить. И тогда очнувшиеся люди, которые не получили благословения, у них вдруг позднее замыкание начинает. Надо идти взять землю. Бог нам обещал. А Бог уже им обещал через 40 лет дать, пока все не умрут в пустыне. Они сказали, не принимаем. Берем по вере. И они пошли в землю обетованную. Давайте откроем это в Библии. Это известная история. Все ее знают. 200 раз проповедовали. Число 14 глава. И когда Моисей, 39 стих, сказал слова сии перед всеми сынами Израилем, и народ сильно опечалился. И теперь у них позднее замыкание. И встав рано поутру, пошли они на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. И Моисей сказал, эй, 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 для чего вы приступаете по велению Господня? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо Амалекитяне и Хананеи там перед вами, и вы попадете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же Завета Господний и Моисей не отходили от стана, не оставляли стана. И сошли Амалекитяне и Хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до хормы. И возвратились, там написано, стана. Вот вам история. Представляете, народ, только что они хотели убить Моисея, потом увидели, что Господь есть Бог над Израилем, потом пришло сознание, все классно, Бог есть, аллилуйя. Они поняли, что они согрешили. Бог им сказал, возвращайтесь в пустыню, 40 лет будем жить, я вас буду воспитывать, пока все не умрете, и не поднимется новое поколение. И они говорят, нет, пойдем обратно, вот здесь мы вчера согрешили, здесь мы вчера сделали неправильно, помолимся, и там собралась группа молитвенников, Бог говорит уже, не ходи! Они говорят, аллилуйя, Господь, ну и что, что ты сказал, все равно пойдем. Ты же нас благословишь, мы же через море прошли, аллилуйя. Моисей говорит, не ходите. Они говорят, да подожди ты, сиди там со своим ящиком. А Моисей все время сидит с ковчегом и со скиньей, там знаешь, он носит, сидит, мы сейчас пойдем, теперь воевать надо. Ребята, у кого мечи есть, палки там, что есть, ножики, пойдем в войну, сейчас мы амеликитянам закажем, покажем, где там раки зимуют в Египте. И вот они рванули на эту землю, которую Бог им обещал. Преждевременное благословение решили получить. А Моисей и ковчег Господом остались в стане. Это было большое поражение, да? Представьте, после всего этого катастрофы пойти за благословением и получить по шее. Если ты непослушен, и ты не берешь с собой присутствие Божие, а ковчег это место, где обитает Господь, тогда пути твои будут неудачны. Ты не встретишь успех, если ты не берешь с собой ковчег. Прошло 40 лет, поднимается Иисус Навин. Перелеснем в несколько страниц. Иисус Навин. Иисус Навин получает задание войти в землю обетованную. Прошло 40 лет после этого поражения. Иисус Навин один из тех юношей, которые шли оглядывать землю обетованную. Теперь он вождь народа Божьего. И он получает задание. И он говорит, священники, возьмите ковчег. Священники взяли ковчег. И он говорит, идите в речку. И священники были очень посвященные люди. А в то время был разлив воды, и ордан сильно разливается. Сезон сбора урожая, там почему-то у них наводнение было. И вот они зашли в воду. Только несущий ковчег, завета Господня, 3 стих. 3 глава, 15 стих. Только ноги, только несущий ковчег вошли в иордан. Ноги священников несших ковчег погрузились в воду и ордана. И иордан же выступает из всех берегов во все дни жизни. И вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною. И весьма на большое расстояние до города Адама. И так далее, и так далее, и так далее. 17 стих. И народ переходил против Иерихона. Священники, женесшие ковчег Господня, стояли на суше посреди иордана твердую ногою. Все сыны Израилева переходили по суше, доколе весь народ не прошел через иордан. Часто в жизни мы делаем ошибки. Мы делаем попытки. Я попробую взять благословение. Я попробую получить. Я попробую прорваться. Я попробую. Давай попробуем. Пойдем, пойдем захватим этих амаликитян. Пойдем и врубим. Халилюя. Помолимся и все. Халилюя. И потом поражение. Пах. Проходит время. Приходит взросление. И теперь приходит новое задание. Теперь иди возьми землю обетованную, которую обещал Моисею, которую обращал Аврааму, Исааку, который всем твоим предкам обещал. Бери ковчег. И первые пошли не военные. Первые пошли не какие-то там разведчики. Первые пошли священники. Они взяли ковчег. Это присутствие Божье. И они вошли в иордан. Весь народ стоял и смотрел эту ужасную картину. Многие думали, сейчас они умрут. Некоторые думали, что сейчас произойдет что-то особенное. Иордан останавливается, открывается. Первого пустили Бога. Ты начинаешь новый бизнес. Ты хочешь жениться. Ты хочешь переехать в другой город. У тебя есть мечта получить образование. Пусти Господа первого. Пускай присутствие Господа пойдет первым. Ты хочешь победу в своей жизни видеть. Запусти ковчег вперед. Спроси у Господа, получи слово, подойди к Иордану. Даже если он разлит сильно. Даже если наводнение вокруг. Даже если половодие. Пускай Господь в своем присутствии идет первым. Если ты пускаешь Бога в своем присутствии первым, то тогда весь народ пройдет успешно через эту реку. И не будет поражения. И они захватывали город за городом. Иерихон и так далее. Они захватили всю землю. И они стали владеть этой землей. Но вначале они пустили ковчег. Ковчег это место обитания Божьего. Ковчег это место присутствия Божьего. Ковчег это что-то особенное. В этом ковчеге хранились три вещи. Кто из вас помнит, какие три вещи хранились? Откроем свою Библию. Откройте Библию вместе со мною. Евреям 9 глава. Ковчег Завета. 4 стих. Евреям 9 глава. 4 стих. Где были золотой сосуд с манною. Внутри ковчега лежал сосуд с манною. Жезл Ааронов. И скрижали Завета. Три вещи. Три вещи. Сосуд с манною. Жезл и скрижали. Три вещи. Которые символизируют присутствие Божие. Бог сказал положите три вещи в ковчег. Три вещи. Золотой сосуд с манною. Это символизирует благодать Божью. Любовь Божью. Символизирует духовную пищу. Возьмите пищу, которую вы питались. Это символ Божьей любви, которую дает он нам. Не хлебом одним жив, но Словом Божьим. Второе. Возьмите закон. Пускай в ваших сердцах будет написан закон. Присутствие Божие не приходит на беззаконие. На Слово Божие приходит присутствие Божие. Возьмите духовную пищу. Возьмите его слово. И возьмите жезл Ааронов расцвешивший. Это палочка Аарона. Жезл, который расцвел. Когда был спор. А кто тут здесь самый крутой? Кто тут здесь самый нормальный пацан? Бог сказал. Вот этого человека я избираю. Вот избраничество. Это избрание. Символ избрания. Бог избрал. Дал Слово. Дал духовную пищу. И туда приходит присутствие Божие. Нельзя присутствие Божие расчленить. Сказать. А знаешь, мне вот только вот это и это. Там есть избраничество. Бог выбрал. Дал жезл. Жезл символ власти. У каждого человека был жезл. Жезл в древние времена. И он показывал. Но Бог на жезл Аарона просел руку. И он расцвел. И стал деревом. Упс. И Бог показал, что твоя власть, это моя власть. И моя власть может течь через тебя. Твой жезл, твоя способность управлять, должна быть в моих руках. Пища. Слово. Жезл. Власть. Слово. Пища. Закон. Власть. Духовная пища. Возьмите ковчег. Подойдите к Иордану. Даже если он говорит бесполезно. В сезон засухи надо переходить. Бесполезно. Возьми манну. Жезл. Скрижали. Ковчег. Иди к Иордану. Когда все говорят, это невозможно. Здесь мы не можем ничего сделать. В Казахстане невозможно начать христианское телевидение. Почему-то кто-то так считает. Это невозможно. У вас нет денег. Это невозможно. У вас здесь так засуха развелась. Нищета. Мы говорим, нет. Жезл. Скрижали. Манна. Два хирургима. Золотой ящик. Мы берем Господа вперед. Когда мы выступаем на новую территорию, сейчас мы переходим через Иордан. Вы знаете, это Иордан между Европой и Америкой находится Атлантический океан. Вы знаете, да? Кто-то такой в облаке находится. Мы говорим, халалюйя, Бог Авраама Исаака. Мы говорим, жезл. Символ власти. Бог избрал. Бог избрал. Максим, у вас же нет денег. Я говорю, я сам знаю. Максим, как же вы так делаете? Я говорю, я сам не знаю. Кто ждал вам такую власть? Не знаю. Но расцвела. Палочком тебе расцвела. Кстати, милиционер стоит у нее, раз она расцвела. Такой кустик держит. Знаешь, я не знаю, как бы здесь кустик держит. У него жезл такой. Крепко посадили. Проснулся утром. А там листья выросли. Ты думал, это такое, знаешь, основание, палка. Кому ходишь, по башке дам. А он показывает. Это моя рука над тобою. Максим, почему это вы начали? Я говорю, я не знаю. Просто вот одна палочка. А как это? В чем секрет вашего успеха? Ответ простой. А смиренным? Он дает спутник Котберт. Спутник Индесат Америкас. И еще спутник Ямал. Это называется благо. Иисус Господь. Он расцвел. Он просто взял и расцвел. Что? Бог дал слово. Не знаю, дал, не дал. Палка расцвела. Манна идет. Ну, а как вы живете? Откуда вы деньги брать будете? Я не знаю. Когда мы начинали, три года назад вещание. Я не знаю, откуда деньги мы брали. Я до сих пор не знаю, откуда мы их берем, деньги. Но почему-то всегда, когда оплачивать, Бог благословляет. И кто-то приходит и говорит, я чувствую, Господь сказал. И мы оплачиваем завещание, эфир и за все остальное. Мы берем в Атлантический океан ковчег. Мы туда несем манну, пищу небесную. Некоторые думают, из Америки к нам придет. А мы говорим, нет, мы в Америку понесем, их кормить будем. Аллилуйя. Мы принесем туда Слово Божие. Вы готовы или нет, дорогие мои? Готовы. Мы возьмем вместе и понесем. Мы пойдем вместе с помазанниками. Мы выстроиться в длинная-длинная очередь. СНЛ будет протаптывать дорогу в Америку. И опустятся первые священники. Там среди них армянин один стоит, такой веселый, красивый. С другой стороны узбек стоит, тюбетейки, зовут Денис Подорожный. Они подгружают ноги. Ноги в воды Атлантического океана. И вода открывается. Туда пойдет потоки благословений, Слово Божие, откровение, исцеление, спасение. Я верю в благодать Божью. Я верю в силу Божьего присутствия. Я верю в Божье Слово. Я верю в Божье предназначение. Я верю в Божью победу. Скажите на это аминь. Мы можем это делать. Мы можем распространять Евангелие. Мы можем служить Господу. Возьми ковчег с собой. Когда люди не берут ковчег, они терпят поражение. Ты в своем бизнесе не взял ковчег, потерпишь поражение. А я думал, что все будет хорошо. Но ты потерпел поражение. Что теперь делать? Поплачь немножко. Все-таки жалко. Но долго сильно не плачь. Покайся. Пойди в пустыню. Тебе нужно еще выцарапать из скалы скрижали. Тебе нужно еще дождаться, пока твой жезл расцветет. Тебе еще нужно найти манну. Собрать золотой сосуд. Сделать ковчег. Построить скинию. Сделать присутствие Божие. Искать Господа. Возьми время. Пустыня – это хорошо. Время, когда ты можешь найти Бога. Время, когда ты можешь пересмыслить. Не будь спешащим куда-то. Подумай, скажи. Господи, я ожидаю. Я даю время. Я даю время. Я даю время тебе, Боже. Работай. Я пойду в библейскую школу. Я буду ждать. Работай, Господь. Вот я. Используй меня. Я даю время. И потом наступит момент, когда Он скажет. Теперь возьми ковчег. Положи туда манну, скрижали и жезу. Иди, Виордан. И тогда ты увидишь чудеса. Я готов взять ковчег. Сегодня мы взяли снова ковчег. Это переход. В этот юбилей мы делаем новый переход. Переход в новый уровень. В новое служение. В новое помазание. В новое откровение. Для меня, я очень волнуюсь на самом деле. Три дня назад мы еще ничего толком не знали. Но теперь пришло определение. Пришла свобода. Когда Артур пришел, говорит. Максим, что с тобой? У меня на лице был написан ужас. Это трепет. Боже, что же делать? Теперь выбор сделан. Теперь ковчег на плечах. Теперь слово с нами. Жезл расцвел. Манну взяли. Теперь я жду чудес от Господа. Мы вместе можем увидеть славу Божию. Мы вместе можем убить от Духа Божьего. Станьте, пожалуйста. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод. Было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников приносят для вас благословения. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО, вам нравятся проповеди, вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы, у нас нет заграничных американских хозяев, у нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите, поддержите меня, поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал СНО, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал СНО – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас.